Сегодня я расскажу о семи привычках, которые должен выработать каждый мужчина до сорока. Первое, заведите привычку заботиться о себе. Если вы не заботитесь о себе, вы не сможете заботиться о других. Большинство из нас великолепно себя чувствует, испытывает чувство собственной значимости, когда заботится о своей семье, жене, детях, родителях. И мы забываем заботиться о себе. Мы заботимся о компании, о машинах больше, чем о собственном теле. Как много из вас знает имя своего доктора? Когда вы ходили к врачу, когда в последний раз вы были в зале, уделите 15 секунд помедитировать сегодня. Они могут перерасти в 15 минут, может даже в целый час в день, который вы будете проводить, уделяя время самому важному активу, единственному телу, которое у вас есть. Далее, вам нужно развить привычку инвестировать в себя чаще. Когда в последний раз вы брали 100 долларов и инвестировали их в свое образование или тело? Большинство из вас не ходит в зал. Как насчет того, чтобы нанять персонального тренера? Кого-то, кто будет поддерживать вашу ответственность? Кто покажет вам, как правильно работать? Или когда в последний раз вы были на Амазоне? Знаете что? Я захотел получить новый навык. Попробовать что-то новое. И для этого есть аудио, книги, онлайн-курсы, лекции, образовательные ютуб-каналы. Друзья, так много возможностей. Успешные мужчины никогда не перестают учиться. Следующее, что должен сделать мужчина до 40, это посмотреть в лицо реальности. Мы все умрем. Я понимаю, как это звучит, но никто не уйдет из этой жизни живым. И когда вы это поймете, когда вы примете это, вам понадобятся силы, потому что вы поймете. У меня осталось немного времени, чтобы добиться чего я хочу. Знаешь что? Работа, она высасывает жизнь из меня. Мне нужно уйти и следовать мечте. Этот человек токсичен, он рушит мою жизнь. Мне нужно убрать его из моей жизни. Мне нужно убрать его из моей жизни, потому что у меня есть только одна жизнь. И вы поймете, думая о конечном результате, что вам нужно жить свою жизнь. Что нужно убрать все, что не имеет значения. Следующая привычка, которую следует развить до 40, научитесь готовить. Это касается самодостаточности. Мужчина должен быть способен позаботиться о себе. Это полезно для здоровья. Когда вы готовите, вы контролируете продукты. Что там происходит? Что попадет вам в рот? Контролируете способ приготовления пищи. Это может быть весело. Для меня это подобно науке. Вы можете готовить мясо на разной температуре, контролируя прожарку, как соль смягчает мясо. Вы можете добавлять различные ингредиенты, создавая совершенно разные вкусы. И поговорим о деньгах. Когда вы начнете готовить дома, вы сэкономите большие деньги. И друзья, об этом нужно сказать. Приготовление пищи – афродизиак для девушек. Пригласите ее к себе и приготовьте для нее. Следующая привычка – вырваться из собственной рутины. Мужчины – создание привычки. И мы застреваем на уже протоптанной дорожке и следуем по ней годами. Когда мы молоды, этого с вами не происходит. Потому что, когда вам 20, вы изучаете мир. Вы открыты к новым идеям. Но с годами вы отключаетесь от новых идей и перестаете учиться. Не нужно впадать в эту колею. Вам нужно продолжать обучение, поэтому помещайте себя в неловкие ситуации. События за пределами зоны комфорта для продолжения обучения. Следующая привычка – начните платить за себя первым. Что это значит? Откладывая деньги до оплаты счетов, до всего остального, вы инвестируете в свое будущее. Я говорю о деньгах, которые вы откладываете для покупки дома, капиталовложений, путешествий по миру, чтобы делать то, что хочешь. Как начать? Неприкосновенный запас. Я считаю, что каждый мужчина должен иметь неприкосновенный запас. Как и девушки, и семьи. Смысл в том, чтобы откладывать деньги. Ведь если вы потеряете работу, наступят трудные времена, вы будете в порядке в это время. Друзья, это очень критично и важно. Итак, а это чрезвычайно важная привычка. Если вы хотите прожить долгую жизнь, каждый день возьмите телефон и скажите кому-то, что вы его любите. Сообщайте о своих чувствах. Исследования показывают, что вы не проживете долгую жизнь, если у вас нет друзей, нет отношений с окружающими вас людьми. И, к сожалению, что и происходит с мужчинами с годами, мы разрываем отношения и не строим новые. Вам нужно взять телефон, дать знать своим друзьям, что они многое для вас значат. Позвоните своей матери. У меня есть друг, его зовут Келли. И его невероятно уважают. Он каждый день звонит своей маме. Это ежедневная привычка. У него были проблемы с матерью, но он продолжает ей звонить. Еще у меня есть приятель, он не разговаривал со своим братом год. И я сказал ему, что я бы отдал все, чтобы поговорить со своей сестрой, которую я потерял 9 лет назад. Прошло 9 лет с того момента, как она совершила самоубийство. Просто позвоните людям, скажите, как вы к ним относитесь, пока не стало поздно. Субтитры сделал DimaTorzok